это монетка versa 8 для планетарной трансмиссии shimano alfini 8 и преимуществ у нее 2 это то что она существует и то что она работает дальше же все не так радужно начнем с того что вся вот эта вот шикарная шассейная конструкция из вот этих вот огромных рычажков она здесь нафиг не нужна она имеет смысл в трансмиссии с перекидной цепью поскольку там дирейлер и пружина тугая пружина в дирейлере перекидывает цепь с одной звезды на другую чем пружина туже тем лучше переключение тем соответственно сложнее и и натягивать при помощи монетки и поэтому делают такие огромные рычаги но проблема в том что здесь трансмиссия планетарная здесь пружинкой совсем слабенькая здесь его вот блин можно натянуть мизинчиком здесь она не выполняет никакой функции кроме как для того чтобы трос в рубашке не застревал но вот так вот надо делать как у всех крутых шасси роста вдобавок тут еще и свободный ход огромный которые не могу никак объяснить вдобавок здесь как я не знаю в каком году все передачки переключаются только по одной вдобавок здесь какой-то просто огромный ход из-за которого блин нижнем хватит тебе иногда надо выворачивать руку и ты вот еще об одном баги здесь если ты переключаешь вниз передачи при помощи этого курка четенько пэм 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 все нормально но если ты начнешь здесь тупить пальцем то происходит соскакивание сейчас вы услышите такое трын бэм и мы на первой передаче до 34 и мы на первой передаче опять же если переключаете вот так четенько раз два три четыре то все нормально если же ты начнешь вот здесь его зить пальцем то оно будет соскакивать насколько я понимаю это проблема детская вообще конструкции монеток и все это давно решили ну там монетках от шимоны например но мы имеем то что имеем да есть аналог для этой монетки тоже подробно решил как у шасси растов от микро шифта и она стоит 200 долларов есть продажа это примерно треть от цены этого велосипед и вообще здесь вот эти вот курки они понимаете здесь нужен какой-нибудь сам шифтер чтобы можно было переключать с первой на восьмую одним движением они вот этим вот заниматься может быть даже я его сюда поставлю вот короче такие дела ставьте только планетарные втулки планетарные втулки это круто забыл упомянуть про еще одну приколюху дело в том что когда ты делаешь рычажком вот так ты на самом деле не переключил передачу ты переключил немного ты поставил трос не в то положение в какое надо ты его подвинул чуть чуть дальше чем надо и вот когда ты отпускаешь рычажок он становится вот именно вот именно там где он должен быть это особенность конструкции монетки которая ну позволяет ей переключаться но дело в том что если в трансмиссии с дирейлером это как бы вот помогает вот ты смещаешь дирейлер немного дальше чем нужно это как бы помогает цепи перескочить вот на полсекунды ты вот так держишь и опускаешь и все нормально то в случае с понентаркой это не помогает нифига это приводит только к лишнему износу управляющих пальцев и то же самое здесь когда ты делаешь вот так ты не поставил трос куда надо ты чуть-чуть его не дотянул и только вот так ты переключил вот так у тебя трос стоит криво вот так стоит хорошо так что до переключения это не до щелчка а это когда ты уже отпустил и это отвратительно да ну если вам и этого мало то я объясню почему у меня здесь кусочек изоленты потому что вот эта фигня люфтит и она дребезжит при езде вот именно по всякому там асфальт